Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре самая долгожданная гонка. Это Олимпийский спринт. Напомню, что эта гонка в последнее время, где доминирует всего один человек под названием Клеба, норвежец. И он выиграл и Олимпиаду последний 2018 год в личном спринте, в командном спринте и последний чемпионат мира также. Там был весь норвежский пьедестал. А на Олимпиаде еще второе место занял у нас Пилигриния и третье место Большунов. Но если брать чисто на Клеба, что он займет первое место, коэффициент очень маленький, букмекеры дают всего 1,3. Но в то же время есть вероятность, что это контактный вид спорта, где можно и упасть, и сломать инвентарь. Поэтому риск очень высокий. Ну и в принципе не очень интересная ставка. И предугадать поэтому очень сложно. Самый вероятный соперник, кто может занять первое место после Клеба, по мнению букмекеров, это Сергей Устюгов. На него дают коэффициент 12, что тоже в принципе неплохо. Устюгов конкретно готовился к этому видимо спринту, пропустил тридцатку. Ну, видимо все карты ставят именно на спринт, поэтому почему бы и нет. Ну вот допустим на Терентьево дают вообще 41 коэффициент за первое место. Но мы не будем смотреть чисто первое место, мы будем брать такие ставки, как попадание в финал, шестерку сильнейших. Там предугадать достаточно, ну не просто как бы, а проще. Поэтому там коэффициенты дают уже такие, что если у Устюгов попадет шестерку, то дают коэффициент полтора, что в принципе неплохо. Большунов 2,3 и Терентьев 6,5. В принципе я считаю, что двое из наших троих вот таких людей в принципе могут легко в принципе попасть. Поэтому будем сегодня ставить, рекомендую на них, на кого-то, на Устюгова и Большунова, чтобы попадут именно в финал. И также чаще всего в этом сезоне попадают в призеры на подиум и где-то рядом. Там это француз Ришар Жуф, за него дают коэффициент тоже неплохой полтора. Потом Хавер Таукболь, за него дают коэффициент 1,9. Эрик Вальность тоже там 2-3 раза в подиум хватал в этом году 2,3. Ну и француз еще Шанова, за него дают 2 коэффициента. Также в принципе букмекеры еще не списываются, что ветерана Пилигриньо, итальяшку, который тоже в принципе блистает и очень часто попадает в финалы. Ну ему не везет, он все время четвертый, пятый где-то там, шестой, но в финал стабильно попадает. Поэтому коэффициент тоже очень высокий, полтора. Вот почему бы нет. Я думаю, что в принципе Большунов, даже несмотря на то, что вот такой коэффициент большой 2,3, я думаю, что он все равно, Александр, как бы максималист, и он будет не, ну не наелся все равно одной медалью. Человек максималист, и будет все гонки выкладываться на максимум, потому что это Олимпиада, раз в 4 года проходит. Поэтому будем ставить тоже на него. Еще можно кого еще, Терентьева, я в расчет почему не беру, потому что это спринт именно свободный стиль, а он все-таки в этом сезоне выиграл первое место, опередил у Клеба, занял именно классикой. Поэтому там коэффициент такой высокий 6,5. Ну в принципе он несколько раз попадал уже в десятку в этом сезоне. Кто, если в принципе верит в Терентьев, то он может поставить, коэффициент очень хороший. А так в принципе болеем за наших, смотрим лыжи. Всем пока!